Принятие закона об образовании Трехлетняя практика показывает закон работает, однако проведенный мониторинг показал, что у муниципалитетов есть рекомендации по усовершенствованию. С инициативами выступили Саиногорск, Черногорск и Абакан. Требуется толкование отдельных пунктов закона об образовании. У нас понятие молодого специалиста очень четко сейчас прописано в законе об образовании Республики Хакасии, но на сегодняшний момент на практике возникают небольшие вопросы по правоприменению о доплатах молодых специалистов в размере 30-50%, о протяженности в течение трех лет. Стоит отметить, профильный комитет Верховного Совета и профсоюзы проводят такую работу не в первый раз и, как отмечают все стороны, практика только на пользу. Для законодателей это способ из первых уст услышать те или иные проблемы, а для профсоюзов получить прямой ответ. В таком тесном сотрудничестве с комитетом об образовании нам удалось, профсоюзам Хакасии, я считаю, удалось включить в закон о нормативах расходы на командировочные педагогическим работникам и медицинские осмотры. Это острая проблема, которая очень остро стояла в нашем районе. Я думаю, что сейчас мы эту проблему снимем. Очередные предложения также не останутся в стороне. Глава комитета по образованию Лариса Карпова сообщила, что они уже стоят в плане работы Верховного Совета и будут рассмотрены на сессиях. Мы должны в законе все это устранить, чтобы не было двойного подхода, чтобы любой, кто взял данный закон, он его трактовал только в том варианте, в котором мы его прописали. Поэтому вот именно проведение мониторинга в таком виде, я считаю, это самое оптимальное, потому что мы с мест непосредственно от доски получаем замечания по нашему закону. И это главное. Достойный пример работы в образовании коллектив 50-й школы Абазы накануне учреждения широко и торжественно отметила полувековой юбилей. Педагогов поздравил Юрий Шпигальских, зампред Верховного Совета. За 50 лет вы действительно подготовили очень много и специалистов в сфере экономики, и в социальной сфере. Люди, которые вышли отсюда, я уверен, что они себя уже достойно показали. Я бы хотел выразить особые слова благодарности ветеранам-педагогам, которые много-много лет назад начинали, которые были просто педагогами. Некоторые из них руководили школой, я многих знаю. Но спасибо вам, низкий вам поклон за ваш труд. Вообще минувшая неделя для Верховного Совета прошла под эгидой образования. Учатся даже специалисты. В парламенте состоялся семинар для сотрудников районных и городских советов депутатов. Владимир Штыгашев подчеркнул, представители аппаратов органов местного самоуправления должны быть универсальными солдатами. Во-первых, надо знать состав населения района. Сколько человек живет, сколько населенных пунктов, сколько поселений у вас, каких, какая экономика района, что работает в сельском хозяйстве, транспорт, промышленность, в бюджетной сфере, что есть там, сколько школ, фельдшерских пунктов, больниц и так далее. Это все вы должны знать, и знать не меньше, чем заместители главы района, которые ведают теми или иными направлениями. Вообще же сотрудник аппарата Совета депутатов – должность незаменимая. По сути, он обеспечивает жизнедеятельность ведомства. Это и правовая поддержка местной власти, и представление совета в различных взаимоотношениях. Семинар проходит в виде диалога. Здесь можно не только получить, но и делиться информацией. Участники обсудили вопросы реализации правозаконодательной инициативы. Также актуальными оказались темы работы с официальным сайтом Верховного Совета и порядка предоставления документов на награждение. Наша задача – помочь представительным органам местного самоуправления через работу их аппарата работать с современными требованиями действующего законодательства. Как на сайтах, так информационно и при решении проблем, которые возникают у Советов депутатов. Остается добавить – подобные семинары для сотрудников аппаратов станут традиционными.